привет мои дорогие ну как дела у нас сегодня товарищи это просто лето но я не знаю лето я сегодня дело гляньте кофточку спортивный костюм иду без рукавки ну парюсь просто парюсь ребята это ненормальная погодка но зато классно особенно в январе в конце января и вот такая жара ребята я не знаю туда что у нас будет феврале но таняш кожушок купила себе пипец даже в комнате жарко я сегодня спала под одеялами я скидывала себя сегодня ночью ребята но это же вообще пипец это какой-то циклон мне кажется потому что это ненормально не решила зайти в консум купить там краску и посмотреть некоторые вещи ну пошлите посмотрим что там у нас есть я на картошку смотрите 5 килограмм 649 ребята это же какой-то ужаса 5 килограмм картошки всего лишь лучок один килограмм вот и такая сеточка евро 79 ужас ужас вот именно пришла сегодня за ножками видели до цена одна ножка копытце вот такое свиное 255 ужас у нас видите 625 39 стоит здесь дешевле вы увидите время снова мне вышло 402 800 грамм помните я говорила насчет консервы что мы делаем дома видите что в испании тоже продаются такой если хотите калифлор ну цветная капуста очень вкусно и вот такие в основном готовятся вот это вот для борщей до супов специальных испанских ну и такая вот капусточка даже картошечка ну в принципе это везде продается правда этот вот сыр очень вкусно и видели до 422 там здесь килограмм целый видите вот такие сорки стоят евро 95 до а у нас здесь килограмма здесь всего лишь у нас сколько грамм сейчас посмотрим лишь 250 грамм значит выгоднее покупать нет вот такое выгоднее все-таки покупать вы знаете тут здесь две штучки по 250 грамм и стоит евро 95 уже одеты гляньте да легко легко сегодня ребята присела я честно говоря уже парюсь сижу парюсь просто в этой безрукавки кстати сегодня мы с вами будем готовить свиные ножки дорогие мои захотелось мне в баре у нас так вкусно готовят их кстати казалось бы да вот свиные ножки они дешево не дешево приготовим сегодня обалденное блюдо которое дают и в барах тоже в испании тогда топы и очень полезная желатинистая о кому нравится желатинистая я взяла сегодня не копытца а именно хвостики свинные так что все будем сейчас готовить я могу представить что вы там подумали да именно господи ножки там хвостики готовить да ребятки и еще тоже здесь очень пользуются спросами на на юге испании допустим делать блюдо с печени так же сама с легких но я вам говорила называется асадура и тоже очень разные ряда по-разному готовит по-разному думали что испанцы едят то ли вот только морепродукты не нет у них тоже есть вот именно ихняя кухня по стариночке рецептики старинные его сейчас я вам покажу что я купила хвостики вот видели 800 грамм не стоило 402 значит смотрите будем сейчас готовить вот видите наши свинячьи хвостики сейчас его поставлю отваривать в скороварочку и потом покажу вам рецептик обязательно промоем лавруха немножко перчика один зубочек сюда тоже чесночка и лучок ну и конечно посолим водичка или сгол и варим его до полной готовности эти водички и только покрыла много воды не нам не нужно именно чтобы она сварилась я не знаю сколько там полчаса хватит наверно 35 минут ну примерно каждый посвоим потому что у меня будет скороварочка и бульончик наш уже сварился юшечки у нас осталось немножечко и сейчас будем варганить будем делать зажарку я вам скажу честно в испании именно готовится допустим как хивия хивия новой курсе дошла какой хивия посмотрите в переводе некоторые тоже блюда готовится именно такой зажаркой за запоминаете девчонки можете добавить ее даже в мясо вот такого стиля желатинистая можете добавить в любые блюда именно таким способом и это именно рецепт сандалюсии смотрите что нам понадобится немножко перчика но все зависит пропорции сколько у вас будет примерно допустим мясо там или этих ножек свиных кстати делать можете свиных ножек смотрите сухой хлеб или просто черствый хлеб с хлебом не перебарщивайте потому что будет приправа очень вязкая лучок помидорчики и перчик и конечно же мне нужно будет именно альминдрас альминдрас но вы поняли честно чистить их не хочу часто набить их жарить нет добавлю немножко арахиса вы можете добавить орехи это в принципе ну конечно с альминдрами намного вкуснее и конечно добавил копченой паприки сейчас показываю как это все будем делать было обязательно нужен чеснок так значит все это обжариваем смотрите девчонки немножечко добавляем сюда маслечко ну чтоб она не пригорела сильно и обжариваем все на сковородочке помидоры добавим последний я распотрошила вот таким вот способом поняли да и обжаривайте на быстром огне чтобы это все просто сейчас посмотрите и у вас есть орехи или допустим арахис и они сырые обязательно почисти и потом просто-напросто их обжарьте они тоже должны быть как говорится вот здесь вот такие пакетики они уже обжаренные когда не надо вот именно такую зажарку добавляют вы пробовали когда-нибудь улитов вот так вот именно это но там добавляют еще туда острости и специальные специи ну помимо этого но сама основа зажарки даже для хивии это каракатица по нашему тоже в андалюсии делают это вот изюминка андалюсии свиные ножки вот как я буду делать допустим хвостики то же самое девчонки еще испанки вот допустим если нет у вас сладкого перца они добавляют сухие овощи допустим сухие помидоры сухой перец сухой помидор называется нерас это очень классный такой вкус если не немножко помидорчиков засушенных понимаете то есть вот сюда испанки добавляют я их не купила нужно было размочить их этих сухие сухие помидоры и добавлять сюда но у нас есть свежие зачем хлебушек уже поджарился и мы его слаживаем стаканчик значок ну все сюда поняли да этот рецепт мне научила испанка женщина который я работала много лет и честно говоря вот она сама из гадара звали югодито гадар тоже она с гадарой родилась в провинции нашей альмерии это именно рецепт наш с альмерии примерно где-то должно быть получиться вас вот так этого будет достаточно теперь помидоры видели да я сложила все стаканчик помидорки чесночок добавляйте по вкусу если вам нравится чеснок добавьте больше зубчиков если меньше ну это уже каждый по-своему вот этого будет достаточно у меня уже все в стаканчике видели да и очередность должна быть именно такая орехи будет в конце павел осмотрите вот где-то вот так вот можете немножко большего нашего наварчика с мяса перси в это взбиваем эти вот так вот у меня получилось теперь только в конце добавляем наши орехи и прокручивайте их чтобы получился крупный помог то есть получается чуть-чуточку я примерно насыплю наверно половину я думаю что на 800 грамм мяса наверняка у нас будет ну жменька вот буквально ваших орехов что у вас есть и взбиваем я вам честно говорю большая ошибка моя самого первого раза когда я училась это делать дома именно на ну не так на работе как мы раньше делали на кухне это уже работала делала этот рецепт самая большая главная ошибка это не ложить много хлеба если вы положили много хлеба и доливаете теперь в наше мясо в эту подливку она становится такой степени густая если у вас вот этого вот то что вы сбили сейчас на данный момент много если вам не нравится такая вот сильно густая подливка то получается лучше не доливать всего добавьте в любую любую еду потому что там получится ну ну каша просто каша хотя оно так и должно быть сюда можете добавить если вашей семье нравится острое можете именно вот этот в махунгхе как мы называем махунгхе ну то что вы взбивали можете добавить что-нибудь остренькое все специи которые вы хотите которые нравится вашей семье добавляйте не бойтесь вот само именно самый главный рецепт это вот как сбить овощи вот смотрите крупный помол какой у меня получился видели до орехи они должны быть покрупнее вот вот так вот вот таким вот способом сейчас будем идем дальше добавлять я потому что мне очень нравится здесь у меня тридцать две марокканские специи я добавляю сюда ложечку конечно же немножко остроты много черного перца цвета добавлю конечно колоранты это что дает цвет если у вас его нет тоже ничего страшного натуральный цвет тоже не испортит наш наварчик буквально немножечко варят у нас для аппетита и конечно добавлю сюда паприку копченую если этого вас нету добавляйте что вам только угодно это добавляем в наш наварчик девочки я включаю все это на быстрый огонь и чтобы она про кипелось ну минут десять чтобы этот навар у нас стал вы понимаете да густенький я сегодня вспомнила что я сходила в магазин я не купила краску для в холостке маме не себе вот это вы вчера погуляли девочки потом этот на прив навар можете использовать ну где хотите положить то можете добавить его в следующее мясо как говорится сохранить и заморозить если вам не нравится много приправы потом просто слейте эту водичку до того как вы будете выливать туда эту зажарочку тогда у вас водички получится немножечко и тогда именно это мяско получится именно как второе блюдо но у нас будет и так и так и самое главное это коллаген очень натуральный как говорится и прямой для наших косточек и для нашей менопаузе давайте дерзайте если понравится обязательно жду ваш лайк смотрите видели да она прокипелось стала наваристым сейчас будем пробовать вот смотрите девчонки кой наваристая но получилось сейчас у нас идет критик ну как что-то мне скажешь подлива вкусно ну ты горячая не 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 вкуришь да я понятно и горячая не нравится но на вкус нормально до ставится вкусно а этот наварчик мы завтра отварим макарончики представьте да и вот этим желатином мы завтра воспользуемся именно добык картоху куда-нибудь добавим и все будет чудесно так что всем приятного аппетита этот захлюкалась пошла я топтать ой ребятки сейчас хлебушкам вот так вот макать это просто балдеж смотрите какие у меня уже цветочки здесь вырастают но вы в курсе девчонки до которой я говорила что за цветочки которые розовым цветут семена магии и вы гляньте что у меня здесь творится вы только посмотрите а все лезет и прет видите видели на цвести мы будем а так вообще уже гляньте красотень а красотень скоро на здесь будет хардин ботанику уже всех по подвязывала так что гляньте скоро у нас будет здесь красота и представить весь балкон будет у меня вот таких вот цветочка хотя вот это у меня болеет моя любимка боже сколько она мне давала по 60 цветов 60 представьте а ну ничего надеюсь и и очухаю девчонки сидим опять мы здесь кукуем с мамой сидим насчет банков расстроенные как балалайки сегодня потратили опять кучу времени чтобы постараться что-то подключиться звонить и ну короче давайте тему съедем потому что нервы просто сдают сдают привет мои хорошие сидим болтаем вот мамулька и отдыхаем ну шоу поболтаем насчет того чтобы мы рассказывали помните говорила что мама у меня родила шура шестом году как сами понимаете 46 год это и ребенок только родился в декабре еще тем более до родился представьте да и что там можно было помнить конечно я у нее поинтересовалась говорю что ты именно помнишь из всего почему-то люди именно таким уставом остались еще ты ценят конечно каждую крошечку хлебушка каждую вы говорится еду которая приходит к нам которые экономят которые эти нашу ребенок начинает помнить конечно плохие моменты и хорошие когда уже наверно ребенку столько года 45 тебя уже начинала помнить до 45 то есть получается где-то такие такие вот года и вот мама расскажет как это все это что это было на лет было когда ты помнишь именно что было насчет голода и всего знаю что мы жили бедно но мы дите тоди мы считали что ты так наверное надо или знаю ели все шоу я в том что нам трошки было легче мама это из вами них рассказов что голод был конечно люди умирали а наш батько робив комбайнером и ночью приходил в карман и приносил там жмень якусь зерна мама это все быстренько все готовила в супке там что там ну что там они готовили каши чи что там как-то нибудь нас прокормили а наша сусідка несла в кармане и споймали и посадили на 5 год это как шма кусочек за жменью зерна за жменьку зерна посадила 5 год тогда было очень строго поэтому это все делается ночью тихо по крайней мере я не помню цеху но это с нами них рассказы что она рассказывала ну а потом уже потихоньку я кто кажут люди начали каждый я кто кай приспособлю вас коровка ко появилась а там ну чем когда корова появилась то конечно люди жили ты самая меньшая из семьи потому что два старших брата брат имени тридцать восемь они пережили конечно и с этого тридцать пятого то они пережили войну и все они это все помнят потому что уже были такие подростки а что тебе рассказывали что то как они вообще во время войны выживали они жили в общем мои брати они мама когда была война началась они села уехали самый город кировоград жили в кировограде на окраине города мы сами вообще я и мама и я родились кировограде я в кировограде мама мама в кировоградской области чтобы вы знали ферсон мы переехали когда мне было сколько лет мама рассказывает и хлопцы помнят жены жили крайне на окраине а там такие балки у нас в кировоградщине потому что мы тоже там жили на тих балках и немцы вывозили трупы наших солдат и кидали в яме а хлопцы были такие вот подростки ну один тридцать пяти года это же наверное год семь было ему восемь а цему на три года меньше они это брали лопату и заривали цих мертвых людей боже кошмар записываешь это не прекрасное время когда брат старший это делал приезжали немцы и ехали переезжали ему без старка и живут